здравствуйте дорогие друзья ко мне в нарусе всегда было особое отношение они были не только способами отметить какое-то важное место но и защитниками целителями и даже объектами для трансляции воли богов продолжая рассказ про экспедицию на красивую мечу которая состоялась в августе 2018 года хочу рассказать вам про ведьми на урочище известная также как долина мегалитов территориально находится на в тульской области ефремовский район деревне красногорье и начну этот рассказ с повествования о конь камни который расположен возле села козье несмотря на то что это разные населенные пункты расположены они рядом и конь камень и камни долины мегалитов по сути составляют одно целое или составляли когда-то в прошлом и так официальная справка о конь камню по данным официальных исследований этой группе каменных глыб не менее 70 миллионов лет камни появились на поверхности последний ледниковый период вместе с формированием долины реки красивая меча самая большая из глыб каменного ансамбля весит более 20 тонн размещается на трех каменных опорах и производит внушительное впечатление размер поперечники более пяти метров это огромный кусок серого гранита которому природа придала форму головы коня некоторые дополнительные художественное сходство придают ножки из других волнов на которых он стоит кроме того на нем есть специальные углубления искусственного происхождения которые свидетельствуют о том что людям было важно взбираться на конь камень издревле до того как он стал популярным туристическим объектом первое упоминание каменном коне мы встречаем в описании путешествие посла голохвостого из москвы в кафу так в 1499 году был отпущен из москвы в кафу это город в крыму посол голохвостов посольство садилась сюда на мече у каменного коня урочище с таким названием было известно возле села козье и фремовского уезда тульской губернии таким образом на мече у каменного коня было речной порт с рабочим поселком в котором жили грузчики грибцы судовые мастера здесь крещивались пути на москву через тулую калугу на елец по турмышевской дороге с переходом через реку на турмышевском броде существует явное сходство с так называемыми сейдами каменными сооружениями встречающимся на территории россии в карелии и на кольском полуострове также скандинавии конь камень интересен еще и как астрономический объект в контексте археоастрономии а конь камни первым заговорил левин указавший на канавку треугольного сечения вытесанную субгоризонтально верхней грани камня и ориентированный на точку горизонта лежащую за красивой мечей в направлении на юго-восток еще одна научная версия гласит что камень был чем-то вроде компаса который отмечал точку восхода солнца и служил полезным ориентиром действительно щели камня когда в них проникает свет организуют интересную систему лучей которая могла иметь практическое применение предположительно камень долгое время служил местом проведения языческих обрядов официальные историки полагают что ежегодно здесь приносили в жертву одного коня что также может объяснять название камня также считается что мужчины побывавший на этом камне может значительно увеличить или даже вернуть свою мужскую силу женщины же приходили сюда чтобы помолиться об извлечении бесплодия и говорят очень успешно но точное назначение данной группы образования никто так и не дал до сегодняшнего дня во время советской власти конь камень пытались взорвать неизвестно военным ли снарядом или кастрюли динамита для хозяйственных нужд но взрыв довольно сильно повредил валун хотя и не изменил его облика сейчас конь камень является исторической ценностью не только тульской области но и всей страны поэтому была введена охранная зона вокруг него радиусом 50 метров от памятника в ее пределах запрещается разводить костры устраивать свалки мусора и загон из кота заниматься другими видами хозяйственной деятельности конь камень имеет научное учебно-просветительское культурно-историческое значение играет важную роль в ландшафте конец исторической справки друзья интересное дело получается официальные источники нам приводят пример 1499 год хотя мы знаем что такого года не было в принципе никогда так как современное летоисчисления вел петр первый и начинается она сразу с 1700 года это не нами придумано это официальные данные можете проверить более того тульская губерния как государственная единица была создана только в 1777 году и то как тульское наместничество собственно губернии она стала только в 1796 году и смотрите что получается в несуществующий год посол отправляется села козье несуществующей губернии ну в общем все как обычно официальные источники толком ничего не знают имеют несколько версий которые подчас противоречат одна другой но на которой им легко сослаться и этим они и ограничиваются не нужно иметь семи пядей во лбу чтобы понять что конь камень это искусственное сооружение а если точнее то его остатки то что канал сверху камня дело рук человеческих понятно даже школьнику природа не может так ровно сделать пропил кстати самый длинный пропил имеет направление на гренландию отклонение от направления на современный северный полюс около 30 градусов уровень радиации в пределах нормы и стоит этот самый большой камень на других камнях поменьше у них еще можно разглядеть черты правильной геометрической формы на большом камне также есть такие правильные геометрические следы по расположению камней очень похоже что это было высокое сооружение которое рассыпалось по направлению к реке это более похоже на правду чем ледник который так поставил камень а теперь давайте рассмотрим собственно саму долину мегалитов находится на всего в полутора километрах от кунь камня и простирается далее еще на километр вдоль холма над рекой и там и там материал камня серый гранит тут нужно отметить что природный материал этих мест известняк и песчаник гранита как природного материала здесь нет то есть все эти гранитные элементы долины мегалитов и конь камня не местного происхождения тут нужно отметить что среди валунов долины мегалитов помимо гранитных камней присутствуют также местные камни из песчаника то есть если гранитные блоки принес ледник то как-то очень правильно он их разложил среди блоков песчаника помимо того что многие блоки еще сохранили правильную геометрическую форму или ее следы все эти каменные образования расположены полянами причем некоторые из них вытянуты с северо-запада на юго-восток при взгляде сверху это очень напоминает развалившиеся сооружения именно по этим причинам мы уверены что в прошлом это была единая структура сооружений искусственного происхождения что интересно если о конь камни очень много различной официальной информации даже есть статья в википедии то долине мегалитов или ведьмином урочище как еще она называется полной официальной информации нет здесь какие-то обрывки которые цитируют туристы в своих блогах повторяя одно и то же в перемешку со своими впечатлениями ни одной полноценной официальной публикации по этому месту найти не удалось даже толком не ясно является ли долина мегалитов памятником и охраняется ли она государством как конь камень поэтому вместо официальной справки приведут цитату из цикла рассказов записки охотника ивана сергеевича тургенева один из рассказов повествует о встрече тургенева со стариком касьяном который был родом с берегов красивой мечи вот как старик касьян вспоминал о родных местах там у нас на красивые ты на мечи зайдешь ты на холм зайдешь и господи боже мой что это и река то и луга и лес а там церковь а там опять пошли луга далече видно далече вот как далеко видно смотришь смотришь ах ты права друзья рассказов и легенд связанных с конь камнем мегалитами и другими удивительными местами на красивые меча великое множество всего просто не вместить в короткий фильм все ссылки будут в описании под фильмом на youtube канале неофициальная история почитайте сами поверьте оно того стоит итак из всей официальной информации по долине мегалитов которую удалось собрать можно резюмировать следующее камни это серый гранит и песчаник происхождение их неизвестно вероятно принес ледник происхождение отверстий ровных граней также неизвестно вероятно это более позднее вмешательство людей опять же есть версия что на этом месте было древнее капище и совершались языческие обряды и ритуалы оттого и произошло название ведьмино урочище но никакой конкретики кто когда как и зачем анализируя комментарии к предыдущим фильмам об экспедиции на красивую мечу и к некоторым фотографиям выложенным в группе вк мы подметили что некоторые зрители упорно приписывают всем камням природное происхождение да я согласен что моя камера не передает всей правильности геометрической формы камня и всей масштабности места но согласиться с тем что здесь обошлось без человека не могу безусловно воздушной водной эрозии неумолимы время разрушает даже крепкий камень большинство острых углов уже стали гладкими но давайте посмотрим на факты вот например это или это или это как природа может это сделать кто-то написал в комментарии что это вода капала да я согласен с тем что вода камень точит но вода не использует измерительных инструментов друзья и это только единичные примеры в долине мегалитов их сотни приезжайте посмотрите сами это место гораздо круче любого стоунхенджа и находится рядом с нами в россии в тульской области по сравнению с нашей долиной мегалитов стоунхендж это жалкая кучка щебня по правильному расположению скоплений каменных глыб можно отчетливо увидеть что это было не одно сооружение а целый комплекс объекты были довольно высокие их расположение не было случайно размах более менее можно представить глядя на фотографии со спутника вот это место это такой холм на склоне холма побольше и на нем расположены каменные блоки аналогичные глыбам из которых состоит конь камень друзья а теперь представьте какой силы должно было быть внешнее воздействие которое сравняла землей все эти сооружения из гранита ведь мы знаем что существуют древние строения из более нежного материала которые стоят до сих пор как вывод сооружение построены из неместного материала серого гранита который был сюда как-то доставлена затем обработан эти сооружения оказались разрушены в результате некого внешнего воздействия затем они подверглись эрозии и сейчас имеют вид очень похожий на природный ну если конечно не вдаваться в детали и не замечать явного друзья предлагаю вам самим посмотреть на эти камни и решить похоже ли это на природные образования или все же это дело рук человеческих а затем проголосовать кто думает что долина мегалитов это в прошлом искусственный объект ставьте палец вверх кто думает что это все природного происхождения ставьте палец вниз понятно что суть ко мне от этого не изменится но нам важно знать сколько людей думать также как мы также прошу каждого проголосовавшего независимо от того какую точку зрения он поддержал оставить в комментариях свои мысли почему он придерживается того или иного мнения поверьте нам очень важно ваше мнение каким бы оно не было на сегодня у меня все но по красивой мече еще будет два фильма не пропустите благодарю вас за внимание всего вам доброго до свидания а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok